Утро 1, мы на месте. Ты на нас заработал, прощай львы, ту сколу поезды. Мы запринят, уезжаем. Сотрудники Нбекшинского РУВД при помощи камер Центра оперативного управления раскрыли факт мошенничества, совершенный 24-летней жительницей нашего города. Как выяснили полицейские, девушка обманным путем снимала с 7-8-летних школьниц золотые изделия и скрывалась. Пока полицейские устанавливают, сколько девочек удалось обмануть задержанной. Также устанавливается общая сумма ущерба, но уже известно, что стоимость каждого украшения в среднем составляла 40 тысяч тенге. Задержанная заключена в изолятор временного содержания. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по 176-й статье Уголовного кодекса. А сотрудники Абайского РУВД расследуют убийство, совершенное 46-летним жителем Шимкента. По данным полицейских, он убил свою 39-летнюю сожительницу, находясь в нетрезвом состоянии. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 96-й части 1-й. Задержанный заключен в изоляторе временного содержания. Ведется следствие. В 6 часов утра авария произошла на улице Матери Хужа рядом с центральным стадионом. В момент столкновения зарегистрировали видеокамеры Центра оперативного управления. Под снятым кадром видно, что обе машины пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора. И авария произошла, когда одна из машин поворачивала налево, не пропустив встречный автомобиль. В этой аварии никто не пострадал. Расследование причин ДТП ведут дознаватели дорожной полиции. Еще одно ДТП зарегистрировано на углу улицы Адербекова и проспекта Талкихана. Здесь столкнулись автомашины марки «Мерседес» и «БМВ». Со слов очевидцев, водитель автомобиля «БМВ» поворачивал с проспекта Талкихана на Адербекова, не пропустив двигавшийся по Талкихану «Мерседес». К счастью, в аварии никто не пострадал, но автомашинам нанесен материальный ущерб. Кто его возместит, выясняют дознаватели дорожной полиции. Талкихана на Адербекова В Махторальском районе сотрудники дорожной полиции провели рейд. Проверки подверглись и автомашины от легковых до междугородних автобусов. Но законопослушность провинциальных водителей полицейских удивила. За два часа рейда полицейские не выявили ни одного нарушения.